Так, продолжаем. Нет, ну здесь уже надо реально с юмором. Нет, смотрите, еще раз фокус. Наши правила игры какие? Дочернее семя мира наследует всю информацию предыдущего. То есть, ситуацию Десендер Астерии, инкарнация Эрхард, можно понимать несколькими способами. Если бы это было дочернее семя, и так бы все перераскинулось, тогда расстояние временное между временем, когда живет Красвалий, и временем, когда происходит Астерия, было бы просто вообще неизмеримое. Это были бы тысячи лет полюминасии, учитывая, с какими промежутками там деревья новые, семена рождают. Но у нас ситуация... Я, конечно, извиняюсь, но это просто... Я теперь понимаю, я не могу понять, почему же у Паски так дымит. Теперь понятно, почему. Потому что реально половина. То есть, никто не ждал никакой семя, они рубанули черенок. Про это, кстати, есть в дополнительном лоре. И вот это уже можно видеть в совершенно другом свете. Правильно? Правильно. Значит. Теперь у Паски реально дымит, потому что это одно дерево, которое порубали на два. Соответственно, банк информации одинаковый. И Лазарис в нем, значит, однозначно идет от люминасии. Юрия не похожи между собой, они все похожи на Сакую. Мы это уже обсуждали. Поэтому то, что крестареец похож на Сакую, я не спорю, а вот то, что он похож на Юрия, очень спорно. Которого мы ждем в манге. То ли будет, то ли нет. С большим тесаком, да. Лесоруб наш. То есть ситуация радианты Астерия, они все, понятно, да. Почему у всех так дымит? Потому что это половина дерева. Потому что Эрхард стала десендером в половине от дерева люминасии. Нормально. Кто такая Урия, тогда догадаться тоже можно, раз она не десендер. То есть десендер Эрхард, Урия лицо Астерия. Игра с Валей сейчас зашла на огонек, да еще вместе с Паской. Так. Теперь. Хорошо. Если эта половина сидит здесь, что здесь у нас? Здесь у нас, во-первых, игрище с вызовом. То, что я говорю, что не должно было быть никого из наших на самом деле в этом кластере. В красном. Но это не все. С чем мы на самом деле имеем тут дело. Значит, Паска пришла сюда. Они пришли в Терноног, уже зная Паску. Паска в Терноног пришла до того, как она ходила к ним. И сейчас, да, она все сложила, у нее вообще дымит, горит. А дерево реально разрублено пополам? Ну что, тогда реально, что ли, получается, дорога только обратно домой? Получается, да. Если где-то еще жива половина дерева, нам дорога только туда сейчас. Представили, да, какая здесь петля? Просто временной интервал схлопывается во много-много раз относительно того, как вот это вот читалось изначально. КОНЕЦ Терноног КОНЕЦ Терноног